Приветствую вас, легендарные, легендарные исторические герои. Приветствую вас, мои соратники, сотоварищи, самопыслители, партнеры с большой буквы, сотворцы. Это ваша ассоциация, ребята. Это ваш проект. Мы с Петром рядом с вами, вот так, в публичном пространстве, еще немножко, до 10 миллионов долларов чек, а потом уже будем заниматься бизнес-рутиной, а вам будет аплодировать весь мир. И, коллеги, запишите послезавтра, у нас будет очень необычный старт в 0-0 по МСК или в 21 по Гринвич. Я расскажу немножко предыстории, и сейчас мы перейдем к важнейшей стратегической школе. Мы же интеллект-тренеры, мы же всегда задаем вопросы, мы бросаем вызов, мы все исследуем, да? У нас с вами критическое мышление, свободное мышление. И вот несколько дней назад мы с Петром бросили вызов. А давай-ка сделаем, создадим такую мотивацию с 16 по 20 декабря, которой в мире не было еще. А что для этого нужно? И вот мы так увлеклись этой идеей, создать мотивацию, которой не было на Земле, светлую, добрую мотивацию, созидательную, развивающую тысячи лет. И подготовили, ну, я скажу, супер-супер мотивацию. Поэтому я попрошу всех, ребята, мы стартаем раньше, да? У нас и в 7 часов будет, ну, послезавтра событие. Утром всегда мы прославляем героев, но старт мы возьмем с вами в 0-0. А, поверьте, это того стоит. И кому-то ночью придется встать. Хорошо. Петр тоже переживал. Говорит, тренер, ну как же, ребята, ночью встанут и выспаться. Я говорю, Петр, ну я когда завис в Панаме на ковиде, так я там сколько-то, полгода в 12 часов ночи начинал работать. Это утро как раз было. Какая, ребята, мир спасаем. Вы себе дарите новое будущее, в Римске. Ну, проснулись ночью, дали огонечку. И в 7 часов уже огня, в 7 часов развития. Так что, кто будет в 0-0, дайте лайк, сердечко. Кто со мной стартует из Петра величайшему прорыву. Есть такое дело. Ну, а сейчас, ребята, мы переходим к очень важной школе. Школы наши, как вы и обратили внимание, бывают очень разные, да? Где-то мы изучаем опыт великих лидеров, где-то мы изучаем историю, где-то мы расширяем картину мира, вашу картину мира, да, масштаб личности. Где-то есть чистая мотивация. Огня вперед, вперед, когда бизнес-олимп, вперед сметаем Apple, Microsoft до бизнес-олимпа. А сегодня школа будет стратегическая. Вот стратегия, да? Как-то так получилось, что доверили лидеры мне заниматься стратегией. Я не подведу. Стратегия – это школа о чем? О главном, о великом, о жизни, смерти, о том, что останется после нас. Очень точно сказал великий Джо Цзы, да? Непродуманная стратегия всегда приводит печали. Всегда приводит печали. То есть стратегия без тактики – это все равно медленная победа. Шаг за шагом, шаг за шагом. А тактика без стратегии – это суета перед поражением всегда. Сегодня я расскажу вам историю, педагогическую историю, она живая, настоящая история, которая произошла на нашей планете, которая без привлечения меня вечно трогает больше всех историй. Поверьте, я их собирал, изучал очень много. Итак, поехали. Главный фундамент, на котором вы, легенда, легендарный, новые педагоги, новый лидер, строите свою команду на тысячу лет – это вечные человеческие ценности, ребят. И сегодня на них есть спрос. Мировое сообщество увлеклось технологиями, искусственным интеллектом, роботами, нанотехнологиями, чем генетикой. Это все полезно и интересно. Но про главное забыли, про человека. Вот такое ощущение, как будто, знаете, слепые ведут слепых в попасть. А на Земле важнее счастливого человека нет ничего. Наших любимых, родных, счастливых, близких. А вот про человека последние десятилетия просто все забыли. Сотни миллиардов долларов каждый год вкладываются в технологии, да, ребят? Ну, сотни миллиардов, триллионы, может, по всему миру собрать. А сколько вкладывается в развитие человека? Ничего практически, да? Ноль? Ну и результат будет такой. Был бы такой, если бы не было интеллект-тренера. Итак, коллеги, смотрите. Мы всегда задаем себе вопрос. Что останется после нас? Будут ли помнить наши потомки? Потомки? Как мы с вами сражались? Как падали, вставали, любили? Как мы мечтали? И мы сразу стратегически приняли решение строить бизнес на тысячу лет. Возможно, да, примеров много не буду приводить. Много раз об этом говорили. И вот нужно сегодня мы исследуем главный фундамент. Вечные человеческие ценности, вот мы их исследуем очень глубоко, поверьте мне. Ну и, конечно, первое, что приходит в голову, вот два эти слайда Петр сбросит. Слайд разделен пополам. По сути говоря, два крайних подхода, да? Мы строим на тысячу лет. Фундамент какой? На тысячу лет команды, бизнеса. Потом будет мерчендайзинг, а теперь все это наложится, ну, это мультиплицирует, масштабирует то, что вы строите сегодня. Конечно, вечные человеческие ценности, уважение, благодарность, товарищество, дружба, любовь, честность, пассионализм, великодушие. Можно перечислять больше, но это понятно. Когда вы приняли решение, это нужно один раз принять решение. Я строю бизнес на века. Кто-то построит за три года, кто-то за 10 лет выйдет на миллионы, миллиарды долларов. Ну, а что от этого изменяется? По большому счету ничего, потому что вы каждый день просыпаетесь и делаете самое честное, самое доброе, самое важное, самое великое дело на земле. И главное, кто получатель выгоды, да, когда вы развиваете, проводите суперджампы? Вы дарите себе каждый день новую личность, новый рост, новую высоту. И, конечно же, когда вы строите на века, вы приняли решение, я буду строить на века, ничего не получается, ничего страшного. Но эта профессия такая же, как хирург, как юрист, да, как, я не знаю, финансист, педагог. Это профессия, которой надо владевать. Главное, не сдаваться. И когда вы приняли решение строить на тысячи лет, вы понимаете, что вы есть тот самый ДНК, который вы масштабируете в своей команде. И, конечно, когда вы осознаете, да, сегодня туго, может, кого-то с деньгами, это нормально, ребят. Я сам три раза разорялся. А у кого-то долги, кого-то поливают грязь. Это не важно, что сегодня. Завтра вам будет руку плескать весь мир. Завтра вы будете выписывать миллионы, миллиарды долларов на благотворительность, не думая, просто по щелчку. Потому что денег будет столько, сколько некуда их девать. И главное, уважение, любовь, благодарность людей. И что нам дает сил? А осознание того, что вы строите на века. Вы оставляете след в истории на тысячи лет. и частичка вашей любви, энергии, да, вашей души будет жить имя, да, в сердцах поколений ваших интеллект-тренеров. Тысячи лет. С правой стороны обычное дело. Деньги, главные, прибыли, убыли, риски, цифры. Такое пустое проживание, да, без вечных человеческих ценностей. А люди строят на болоте свою жизнь. Бизнес – это жизнь, ребят, не надо разделять. Вот бизнес – так, я бизнес – в бизнесе профукиваю, в жизни – фундаментально. Да это одно и то же. Человек и есть дел. Как она осудить-то? Вот по делам, ребят. И, конечно, бедолаги неотсознанные. Если бы у них были мозги, они бы понимали, что выгоднее строить на тысячи лет. Они строят на болоте. А что такое болот? Это неуважение, это нечестность, это ложь. Им самим-то души там у некоторых уже нет, а у некоторых она стала маленькая, вот знаете, как горошинка. надо душа, я называю. И, конечно же, человек, когда строит, понимает, что через два, три, пять лет ничего не останется. Забвение, болото, да? То есть он свою жизнь, да, жизнь, дни и время, сердце, каждый удар сердца куда вкладывает? А все, в пустоту, в болото. И вот сейчас, сегодня мы на моем любимом примере, да, это любимый пример, педагогический, много-много лет мы с вами очень точно почувствуем, что такое фальшивая ценность, и что такое вечные ценности. Но сравнивать мы будем все со спортом, с олимпийскими играми. Сразу хочу сказать, отделить, ну, чтобы мы все-таки с вами интеллект-тренеры, масштабно думающие, ребята, первые олимпийские игры, это чудо. Я до сих пор не могу понять, как это возможно было, да? Вот все дерутся между собой, так устроен был мир, да, древней Греции, элины, там, какая-то общая культура, ну, спартанцев, своя там история, тренироваться и так далее, а вот все-таки остальные греки и театр, да, и философы, и ритеры, и развитие архитектуры, и многое-много что другое. Ну, воюют и все, убивают друг друга, там, спартанцы союз смогла со спарта и афин там друг друга 30 лет убивали. Там все там подряд дерутся, убивают, знаете, как в малосемейной квартире, такой вот, знаете, где пьяницы, шлют алкоголики, все дерутся постоянно. Но я не знаю, кто это придумал. Когда начинались Олимпийские игры, представьте, ну, тогда воюют и воюют, убивают, убивают. Люди брали оливковые ветви, откладывали свои мечи, копья там, оружия, и наступал на греческой земле мир. Соревновались. Да, Олимпийские герои были полубоги, статуи, там, бесплатное питание и так далее. Вот, когда я сейчас буду говорить, сравнивать, мы вместе будем исследовать, не говорить, а потом мы вместе будем исследовать фальшивость современного спорта, игр, продажность, но отделим сразу то изобретение, которое вот Олимпиады, кто скажет, а, понятно, та же самая Олимпиада, которая была там, две с половиной тысячи лет назад, да? Нет, ребят, та была Олимпиада, это какое-то настоящее чудо. А то, что сейчас, и вот мы сейчас подходим к главной истории моей любимой, ну, современный спорт, я не знаю, как у каждого, да, я субъективную точку зрения скажу, ребят, это что, у меня какая ассоциация? Допинг, деньги, бизнес, нечестное судейство, а, ну, понятно, тоталитарные режимы, когда, как любят, это такая витрина бросит десятки миллиардов, когда кто-то голодает, тут показать, какие мы крутые, то есть, и мир, она не дарит людям Олимпиады, то есть, сегодня сказать, что Олимпиада служит миру, ну, это просто, да, плюнуть в ту Олимпиаду, то есть, это фальшивка, Олимпиада, мир, спорт, мир, нет, сегодня современный спорт, коррупция, чиновники, что там, допинги, да, подтасовка, нечестность, несправедливость, и сейчас мы почувствуем, вот, да, что такое вечные человеческие ценности, а что такое фальшивка на истории, которая до глубины трогает мое сердце, всегда, ребята, вот всегда, самая важная педагогическая история, самая, ну, для меня сильная. Итак, дело было на спортивных играх детей-инвалидов. Открытый стадион, тысяч шесть-десять зрителей, родственников, друзей, пресса, и начинается забег детей-инвалидов, которые бегут на протезах, да, вот дистанция, средняя дистанция, детки подошли все на старт, волнуются подростки, мальчишки, прогремел стартовый пистолет, и дети-инвалиды побежали. И вдруг от волнения один из них падает, падает на этой дистанции, и вот это юношеское волнение, переживание, да, ему мешают подняться. Понятно? Протезы, ножек нет. И вот здесь происходит, на мой взгляд, настоящая победа вечных ценностей человеческих над фальшивкой. Вдруг один спортсмен, мальчишка, остановился, потом второй, третий, все стали подходить, все остановились. Они подошли к этому мальчишке, который плакал, который не мог подняться, помогли ему подняться, потом все взялись за руки и вместе финишировали. Все взрослые, понятно, в этот момент стояли и плакали. То есть с точки зрения вот этой фальшивых, там, Олимпиад, чемпионатов спортов, то есть они должны же были бороться за эти кубки, за эти бумажки, да, они же должны соревноваться. То есть получается, что они вот этому фальшивому, по большому счету, бессмысленному, да, то есть что такое современный спорт? Бизнес и отвлечение внимания, шоу, интертеймент, контент. Там нет ничего про мир, там нет ничего про развитие человека сегодня. Но мальчишки своими рекодушиями, своей добротой потрясли всех взрослых. Они подали такой урок. Взрослые, знаете, вот люди живут же в таком глюцигенном сне, да, вот что-то бегут, бегут, куда-то зарабатывают, там что-то зависают в каком-то тиктоке. И вдруг здесь, ну тогда тиктока не было, но не важно, да, и вдруг дети своим таким настоящим, человеческим подвигом, они разбудили взрослых. Вот эти взрослые стояли, все там 6 тысяч, сколько их человек было. все плакали. В этот момент у них души очищались. Они вдруг увидели, что вот, вот они настоящие ценности человеческие. И вот эти фальшивые там кубки, медальки там и так далее. Почему я рассказываю вам этот пример? Он меня всегда трогает, ребят. Я его, это мой любимый, самый сильный пример. Потому что, когда ты вдруг осознаешь, вот этот пример, да, такой, очень точно показывает, как рентгеном высвечивает, да, листкам современные, это фальшивка. Это все фальшивка. А вот это любовь, уважение, дружба, товарищество, великодушие. Это вечные человеческие ценности. И когда вы, коллеги, просыпаетесь с утра, вы делаете выбор. Да как строить? Строить на века? На тысячи лет? А это не метафора, это не гипербола, и не вот этот НЛП блам-блаура даешь. Настоящий. Вы строите команды на тысячи лет. На основе вечных человеческих ценностей. Или же привирать, обманывать, суетиться, проявлять неблагодарность, да, неуважение. Это болото, ребята. Это путь в забвение, удобрение. Человек, который выбирает путь фальшивой жизни, путь фальшивых ценностей. Это не значит, что если ты честный, справедливый, излучаешь доброту, великодушие, что ты будешь бедным. Или нет? Как раз наоборот. В суперджамп вы будете богатыми. Может быть, это впервые новая индустрия, которая действительно поднимает педагогику, человеческие ценности развития человека над этой всей нишуромой, фальшивкой. Вот это вокруг все, суета фальшивка. Это все фальшивые ценности. Конечно, коллеги, каждый сам выбирает. Но я вот уже давно в бизнесе, да, да и в спорте. Первый мой работал тренером по гребле, первый бизнес тренером по каратэ, в социальной, сколько в бизнесе, в педагогике. Я могу сказать одно, ребят, впервые, ну, для меня, во всяком случае, да и для вас тоже, есть возможность быть самим собой, такими, какие мы есть с вами, да, с нашими недостатками, слабостями, и не бояться этого, а развивать себя каждый день. Да, говорит, я сегодня то, 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 ничего, да, разовью, главное, я провожу суперджампы, главное, я помогаю людям, я расту, я строю команду на тысячи лет. Это единственный сегодня верный путь, ребята, не сдавайтесь, потому что больше нету такого места, которое мы создаем, это, да, новая эра, новая индустрия, это новый подход, это то, что сегодня как воздух нужно людям, ребят, люди задыхаются от ментальных, психологических страданий, от потери точек опоры смысла жизни, а то, что мы делаем с природой, это просто ад, адский, да и друг с другом, поэтому, коллеги, я призываю вас сегодня один раз примите решение, сердцем, разумом, строить на веках, на тысячи лет и строить на вечных человеческих ценностях уважение, дружба, товарищество, величие, пассионализм, уважение, честность обязательно, благодарность, любовь, и я вам гарантирую, коллеги, вам придут миллионы, миллионы хороших людей, которым как воздух нужно развитие, величие, великодушие, миллионы хороших людей, ну и, конечно, сейчас вот я хочу обратиться к нашим, нашей лиц, топ, нашим топ-лидерам, это суперинтерект-тренеры, такие же ребята, как мы с вами, но они в наше общее, подчеркиваю, дело нас не финансируют ни корпорации, ни ООН, поэтому свободны, поэтому это ваша ассоциация, поэтому это ваше дело жизни, да, ребята, которые вложили больше, чем кто-либо, ну, самый большой вынесли вклад, за что им огромная благодарность, итак, элита, суперинтерлект-тренеры, суперджам, сегодня будет очень важная школа, через несколько минут не опаздывать, и кто-то, если куда-то там побежал, извинитесь перед ребятами, прервитесь 15-20 минут, ребят, сегодня мы изучим с вами феномен самого богатого блогера номер один в мире, парнишка, пять лет не зарабатывал ни копейки, снимал видео, интровер, сегодня он зарабатывает, ну, 200 тысяч долларов каждый день, да, уже полмиллиарда заработал и делает добро, вот сегодня я раскрою вам секрет, который вам очень поможет, так что на школе элита наша быть супер, а со всеми ребятами я сегодня не прощаюсь, а наоборот говорю, ребята, мы вместе душой, и я хочу попросить каждого из вас ради близких, любимых, ради себя, ради человечества, ради достижения величайших добрых целей, давайте сегодня каждый заждет сердце, каждый, давайте так, голосование сердцу, кто сегодня реализует один, а то и два, и три тест-драйва, дайте сердечко, коллеги, дайте родные величайшие герои, на века строите, а кто сегодня заждет сердце, и это такое, знаете, добро в квадрате, потому что рождение мастера в роли суперинтерректренера, ребят, это же не только семья выигрывает одна, это много семей, да, такое добро в квадрате, в кубе, но он сегодня берет обязательство взять хорошего, одного нашего коллегу, и сделать из него мастера супер, или про, дайте сердечко, коллеги, воздухо в грудь, ребята, стройте на века, на тысячи лет, с Элитой мы встречаемся через несколько минут, Петр, подскажи, через сколько, я всегда забываю, увлекаюсь, через две минуты, через две минуты, тем более, да, тогда воздухо в грудь, по тест-драйву с каждого, ребята, и зажженное сердце, с каждого сегодня, и мир никогда не будет прежним, воздухо в грудь, полетели зажигать сердца, и приглашать на тест-драйв, пять, четыре, три, два, один, мы самые величайшие в вас все времена, и первое место в мире, ваши ребята, первое место в мире, это наша счастливая, триллионерская судьба, дорогие коллеги,